добрый вечер ну в первую очередь спасибо за приглашение приехать сюда хотя надо сказать мы сейчас обсуждали вспоминали со следующим докладчиком андреем мастижанином из яндекса как началось наше сотрудничество оказывается я уже выступал здесь на семинаре ровно два года назад и это случилось за день до официального объявления об обнаружении хиггсовского бозона в церне и на самом деле как будет видно из моего доклада обнаружение этого бозона именно в той массой с которой он был найден во многом стимулировала идеи нового эксперимента шип мой семинар не будет чисто научным семинаром я буду говорить о многом и на самом деле основная задача которая перед собой поставил это сделать некое введение к следующему докладу андрея и школа анализа данных яндекса и объяснить собственно почему я здесь и почему инициатива провести этот семинар во многом было и с моей стороны после прошлого семинара в 2012 году у нас началось реальное серьезное сотрудничество с яндексом это сотрудничество развелось в рамках одного из четырех больших экспериментов на большом адронном коллайдере lhcb в тот момент эксперимент уже вовсю работал анализировал данные и оказалось что технологии поиска развитые в яндексе очень хорошо подходит чтобы искать редкие физические процессы тот эксперимента которым я буду рассказывать сегодня он называется а есть указка да он называется шип это аббревиатура search for hidden particles поиск скрытых частиц он только начинается это еще даже не эксперимента просто ну некие идеи как его притворить в жизнь и поэтому я расскажу сначала об этих идеях очень важно ну на самом деле любой физик экспериментатор все время в жизни пытался что-то открыть и на самом деле идея поиска частиц такого сорта она не новая вы видите на этом распределении у их вы видите на этом распределении результаты большого количества экспериментов которые уже пытались это сделать обычно эти результаты представляются виде такого двумерного распределения по одной оси расположен некая величина которая характеризует с какой силой эти новые частицы взаимодействует с известными частицами а по другой шкале отложена масса этих новых частиц и вот здесь видно результаты очень большого количества экспериментов которые поставили довольно впечатляющие пределы на отсутствие таких частиц и я начну свой семинар это план моего семинара сегодня с короткого объяснения почему на самом деле возобновить поиски такого сорта очень своевременно сегодня как это связано с последними открытиями на большом адронном коллайдере и не открытиями тоже и какие новые возможности сегодня есть чтобы очень сильно увеличить усилить чувствительность эксперимента по сравнению с прошлыми экспериментами затем я коротко объясню как собственно устроен эксперимент как устроен детектор и что собственно нужно померить затем поскольку как выяснилось это не очень дешевый эксперимент и для его реализации нужны довольно таки большие ресурсы и такие ресурсы что оправдать их можно только при условии что есть очень большой интерес у физиков всего мира то я расскажу о неких этапах как создается коллаборация из большого числа институтов и стран и какие основные этапы нужно пройти чтобы построить такой эксперимент и сколько времени собственно он займет до получения результатов ну и в конце я еще раз объясню почему я здесь с этим семинаром постаравшись ответить на вопрос что собственно коллаборация шип ожидает от школы анализа данных яндекса но об этом будет следующий доклад андрея а очень краткое напоминание о том что такая что что такое стандартная модель очень большая таблица не обязательно даже на нее смотреть я постараюсь сделать это буквально за две-три минуты стандартная модель она оказалось что она очень хорошо работает и описывает фактически все явления физики частиц в микромире и оказывается что на самом деле этот микромир не очень то и сложный несмотря на огромное количество разных экспериментальных частиц вы конечно все слышали о протонах нейтронах электронах меонах на самом деле фундаментальных частиц очень мало это так называемые фермионы всего известно шесть фундаментальных фермионов лептонов я сейчас объясню что такое лептоны и 6 кварков из всех этих из этих кварков можно построить все остальные мезоны и адроны которые мы сегодня знаем а взаимодействие между этими фундаментальными фермионами описываются с помощью трех сил электромагнитные взаимодействия которые мы все знаем они описывают взаимодействие заряженных частиц слабые взаимодействия в этих взаимодействиях учиться участвуют только лептоны например нейтрино электроны меоны но электроны и меон участвуют еще и в электромагнитных взаимодействиях потому что они заряженные кварки а есть еще сильные взаимодействия сильные взаимодействия в них участвуют кварки они нужны чтобы можно было сделать протон и нейтрон. Итак, есть шесть фундаментальных лептонов. Это электрон, меон, тау-лептон и три соответствующих нейтрино. Нейтрино — это частицы с очень маленькой массой, они участвуют только в слабых взаимодействиях, потому что они электрически нейтральные. И есть шесть кварков — up, down, charm, strange, top и bottom. Оказывается, что свойства этих лептонов и кварков между ними очень много общего. И принято говорить, что есть три поколения лептонов и кварков. Первое, второе и третье поколение. На самом деле, свойства электрона и нейтрино, и свойства миона и нейтрино, и свойства тау-лептона и тау-нетрино абсолютно одинаковые. Чем они различаются? Только своей массой. Масса миона примерно в 200 раз больше, чем масса электрона, а масса тау-лептона в 20 раз больше, чем масса миона. Почему это так, мы не знаем. То же самое происходит и с кварками. Кварки первого, второго и третьего поколения, они здесь показаны разными цветами, имеют абсолютно одинаковые свойства. Разные только массы. И массы тоже совершенно разные. Почему они такие, мы тоже не знаем. Взаимодействия, которые испытывают эти фундаментальные фермионы, в физике частиц принято ассоциировать с носителями взаимодействий. Электромагнитное взаимодействие переносится фотоном, слабое взаимодействие переносится вот этими тремя бозонами. Фотон безмассовый, масса этих бозонов порядка 100 ГФ. Они, кстати, тоже все были открыты в церне. И глионы, безмассовые глионы переносят сильные взаимодействия. Есть очень много... Фактически все физические процессы, предсказываемые стандартной моделью, были подтверждены экспериментально. Единственная частица, которая отсутствовала, но была предсказана стандартной моделью, это Хиггсовский бозон. Дело в том, что уравнения стандартной модели были написаны для безмассовых частиц, а затем Хиггс и еще несколько теоретиков придумали очень элегантный механизм, как с помощью Хиггсовского бозона сделать частицы массивными. Этот Хиггсовский бозон был открыт, о чем было заявлено два года назад. Это очень интересное распределение. Она показывает инвариантную массу Хиггсовского бозона, как она набиралась по времени обработки данных. И сначала никакого пика не видно. Сегодня-то мы знаем, что Хиггсовский бозон есть, и у него масса именно такая, которая соответствует вот этому пику. Она равна примерно 125 ГФ. И сегодня мы, конечно, можем абсолютно точно, с большой достоверностью утверждать, что вот эти начальные сообщения о массе Хиггса были правильные. Хиггс реконструирован в разных конечных состояниях. Мы уже получили довольно много свидетельств о том, что это действительно Хиггс с правильным спином, все как полагается. И масса этого Хиггса примерно 125 с половиной ГФ. Это люди, которые получили Нобелевскую премию за предсказание Хиггсовского бозона. Оказывается, вот эта масса 125 с половиной ГФ очень удивительная. То есть оказывается, что если Хиггс находится в очень узком массовом диапазоне, то вообще может оказаться, что, собственно говоря, кроме стандартной модели ничего больше и не нужно. Что стандартная модель, ее можно абсолютно правомерно классифицировать как законченную квантовую теорию поля, которая работает вплоть до планковской шкалы, до нас. То есть она описывает все частицы в микромире, все процессы в микромире. Более того, имея Хиггс с этой массой, можно даже описать расширение Вселенной, не прибегая ни к каким другим новым частицам. И тем не менее, физики продолжают искать то, что принято называть Beyond Standard Model Physics или New Physics. Почему они это делают? Есть три больших проблемы, которые стандартная модель не объясняют. Первая модель просто связана с экспериментами в микромире. Дело в том, что нейтрино, электронные мионные тау, нейтрино, о которых я упомянул, три фундаментальных фермиона, вначале думали, что у них массы нет, что они безмассовые. И стандартная модель не дает, она может с помощью Хиггсовского механизма дать массу всем остальным фермионам и бозонам, но не нейтрино. Сегодня мы абсолютно точно знаем, что нейтрино имеют массу. Мы не знаем, какие это массы, но мы точно знаем, что между тремя поколениями нейтрино есть разница в массе. Мы точно измерили две разницы масс между тремя поколениями нейтрино. И нам нужно придумать какой-то механизм, как дополнить стандартную модель, чтобы нейтрино получило массу. При этом, поскольку, как я уже сказал, именно с такой массой Хиггса стандартная модель претендует на звание законченной квантовой теории поля, то не хочется изменять уравнение стандартной модели, придумав дополнительный механизм, как сделать нейтрино массивными. Вторые две большие проблемы возникают в основном из очень детальных исследований в космологии, в астрономии, которые успешно проходили в последние 10-20 лет. Сегодня мы абсолютно точно знаем о наличии так называемой темной материи. Дело в том, что подавляющая масса, гравитационная масса нашей Вселенной, она не поглощает, не излучает свет, она невидимая. А в то же время у нас нету кандидата на частицу темной материи среди известных частиц. Ясно, что поскольку темная материя, ее нельзя обнаружить, ясно, что эта частица должна быть электрически нейтральной, иначе мы по ее электромагнитным взаимодействиям могли бы увидеть. И она должна взаимодействовать очень-очень слабо. В принципе, обычная нейтрино могла бы претендовать на роль кандидата в темную материю, но мы знаем, что темная материя во Вселенной распределена очень неравномерно. А нейтрино такие легкие, что сразу же после большого взрыва, который произошел 14 миллиардов лет назад. Не спрашивайте меня, что было до большого взрыва, запрещенный вопрос. Но вот сейчас есть очень детальное Монте-Карло моделирование, как происходила эволюция Вселенной, начиная с момента большого взрыва. Вплоть до того, что те структуры, те неоднородности, которые мы наблюдаем во Вселенной, можно связать с очень небольшими неоднородностями в первые моменты после большого взрыва. Если бы темная материя состояла из нейтрино, то из-за того, что нейтрино очень-очень легкие, у них масса очень-очень маленькая, то они все разлетались бы примерно с одинаковой скоростью света, и никаких неоднородностей бы не возникло. Но это немножко упрощенное объяснение, может быть, более сложное объяснение такое, что мы примерно знаем, в каких местах сконцентрирована темная материя. И тогда, просто используя язык классической физики, вы можете посчитать массу фермиона. Помните, фермион — это частицы, которые должны удовлетворять принципу Паули, нельзя в одном месте пространства иметь два одинаковых фермиона. И вы можете посчитать массу этого фермиона так, чтобы гравитационная сила, которая стремится сжать кластеры темной материи, должна быть чем-то скомпенсирована. Она скомпенсирована давлением ферми, и вы можете отсюда посчитать нижний предел на массу такого фермиона. Он должен быть порядка одного килоэлектронвольта, что во много-много раз больше, чем масса нейтрино. То есть масса нейтрино не может быть темной материи, а значит должно что-то быть еще, что объясняло бы этот огромный космологический эффект. И, наконец, третья большая проблема стандартной модели. Мы знаем, что когда у вас на ускорителях происходит столкновение, например, двух протонов, как на Большом адронном коллайдере, у вас рождается примерно одинаковое количество частиц и античастиц, что произошло и во время Большого взрыва. Но дальше есть небольшое нарушение симметрии между развитием во времени материи и антиматерии. Мы очень хорошо его измерили в кварках. На этом уже защищены сотни кандидатских диссертаций. Это хорошо известное явление. За него были присутствены две Нобелевские премии. Проблема только в том, что тот эффект, который мы наблюдаем с нейтральными мизонами в кварковом секторе, он в 10-10 раз меньше того механизма, который необходим, чтобы объяснить отсутствие антиматерии во Вселенной. А сегодня мы знаем, что нижние пределы на примесь антиматерии во Вселенной очень-очень маленькие. Были даже специальные эксперименты на космических кораблях, которые пытались найти следы антиматерии во Вселенной. То есть нужно что-то делать с этими тремя проблемами. Еще раз, это фундаментальные фермионы, которые известны стандартной модели. Три поколения кварков, три поколения лептонов и переносчики взаимодействий, и бозон Хиггса. Один из очень интересных сюжетов, который возможно будет сделать на новом эксперименте ШИП, попытаться найти еще три новых фундаментальных фермиона, так называемые массивные майорановские нейтрино. Они обозначены на этой схеме N1, N2 и N3. В создании такой модели, которая называется нейтрино-минимум стандарт модул, приняло участие довольно большого количества и российских физиков, и иностранных ученых. И оказывается, с помощью этих трех фундаментальных майорановских нейтрино можно объяснить и темную материю. Роль кандидата темной материи играла бы N1. Масса N1 должна быть порядка нескольких килоэлектрон-вольт. А N2 и N3, более тяжелые, их массы могут быть где-то в диапазоне от 0,5 ГФ до 40-50 ГФ. И они могут объяснить, как сделать обычные нейтрино массивными, не нарушая уравнение стандартной модели, и они также могут объяснить, усилить очень сильно механизм нарушения симметрии между материей и антиматерии. Как их найти? Для того, чтобы найти N1, планируется программа экспериментов в космосе. Ну, ясно, если у вас N1 кандидат на темную материю, а масса у нее довольно-таки большая, несколько килоэлектрон-вольт, она может распадаться на обычные нейтрино, может распадаться на нейтрино-фотон, но важно, чтобы этот распад протекал очень и очень медленно, так, чтобы время жизни было намного больше, чем время жизни Вселенной. Если будет меньше, тогда все распадется, это не объяснит темной материи. Распад на три нейтрино — это основной распад, но его экспериментально очень трудно обнаружить. А вот распад такого нейтрино стерильного на фотон и обычный электронный нейтрино можно увидеть в космосе, поскольку темная материя холодная, у вас просто есть двухчастичный распад, и нужно искать монолинию в галактическом спектре фотонов. При этом разрешение энергетическое должно быть очень хорошее. Дело в том, что килоэлектрон-вольт — это рентгеновская область спектра, и он очень сильно наполнен линиями известных элементов, в том числе железа и других. Но спектр этих линий очень хорошо нам известен. Поэтому разрешение вашего прибора должно быть очень хорошим, чтобы сказать, что если есть новая линия, то она не совпадает ни с одной из известных линий. В следующем году сейчас обсуждается четыре вот таких астромиссии. Причем Астро-Эйдж запуск запланирован в 2015 году, он уже согласован. И детектор, который будет расположен на Астро-Эйдж, детектор фотонов, у него разрешение такое, какое нужно. Правда, поскольку темная материя окружает нас со всех сторон, то идеально было бы сделать так, чтобы этот детектор на космическом спутнике мог сканировать 4Пи всей области Вселенной. К сожалению, как правило, это астрофизические эксперименты, они нацелены на исследование определенного интервала углов. И, как правило, апертура у них очень узкая. А вот эти три астромиссии, их запуск обсуждается в 2019-2020 году. У них должен быть гораздо более широкий угол обзора. Совсем недавно, в феврале, появилось две работы, которые проанализировали уже набранные данные в прошлом. К сожалению, детекторы имели очень плохое разрешение по спектру фотонов, поэтому анализ был очень сложный. Я даже не буду описывать все детали этого анализа, но обе группы независимые заявили о неком указании на существование монолинии в спектре фотонов новой линии с энергией примерно 3,5 КЭВа. Поскольку это результат двухчастичного, если интерпретировать эту монолинию как результат двухчастичного распада нейтрина, то это означает, что если это правда, то масса такого тяжелого нейтрина должна быть 7 КЭВ. И поэтому мы все с нетерпением ожидаем запуска Astro-H в следующем году, где, если это действительно правда, то это, наверное, будет подтверждено с очень высокой точностью. Это опять стандартное распределение, о котором я уже говорил, по этой оси шкала взаимодействия. Такого нейтрина с обычным нейтрином, а по этой шкале масса. И видно, что точка, если это правда, находится прямо в середине разрешенного диапазона констант взаимодействия и масс. Чтобы найти частицы N2 и N3, нужны эксперименты на ускорителях. Масса этих частиц ожидаются в районе от 0,5 ГЭВа до 30-40 ГЭВ. И, собственно, об этом и будет сегодня разговор. Поиск таких частиц – это одна из основных задач эксперимента SHIB. Где в ЦЕРНе лучше всего искать такие частицы? Первое условие, что вам нужно… Поскольку вероятность появления таких частиц – это очень-очень редкий процесс, вам нужно обеспечить, чтобы массив данных, где такие частицы могут появляться, был очень-очень большой. Где это можно получить на ускорителях ЦЕРНа? Это цепочка всех ускорителей в ЦЕРНе, которые существуют. Вот видите, это большое кольцо адронного коллайдера, его длина 27 километров. Но существует очень много других ускорителей, которые производят протоны для большого адронного коллайдера. Ну, в частности, ускоритель SPS, который разгоняет протоны до энергии 450 ГЭВ и закачивает их в большой адронный коллайдер. Эксперимент SHIB предлагается на этом ускорителе SPS. Дело в том, что пучок протонов в большом адронном коллайдере, его время жизни примерно 20 часов. То есть, после того, как произошла закачка протонов из SPS в большой адронный коллайдер, грубо говоря, у вас есть 20 часов для того, чтобы использовать протоны ускорителей SPS для чего-то еще. На самом деле, до недавнего времени эти протоны использовались для рождения обычных нейтрино. Эти нейтрины выводились вот по этой линии, и дальше они направлялись в специальную подземную лабораторию Гранд-Сасса, которая находится в Италии, недалеко от Рима, на расстоянии примерно 750 километров от Церна. Эти эксперименты закончены, и сегодня реально 70% протонов, которые можно использовать, которые все равно производятся на ускорителе SPS, свободны. И, собственно, одна из мотиваций эксперимента SHIB — это просто как использовать эти протоны. Это место, где планируется эксперимент SHIB. Он потребует специальной, довольно дорогой линии вывода протонов из SPS и довольно большого зала, примерно 20 на 20 метров и в длину порядка 100 метров. Поэтому это довольно-таки дорогое удовольствие. То есть создание такой инфраструктуры в Церне дополнительной стоит порядка 120 миллионов швейцарских франков. Сейчас будет опубликован, я вам показываю, драфт, буквально через несколько дней будет опубликована первая инженерная проработка такой специальной пучковой линии в Церне. А как, собственно, должен выглядеть эксперимент SHIB? В первую очередь, вам нужно, чтобы у вас все протоны, которые доступны на SPS, просто чтобы понимать, о каких масштабах идет речь, за каждую секунду можно производить сгусток на уровне 5 на 10 в 13 протонов. И такой вывод можно делать раз в 7 секунд. Тогда, если эксперимент в такой моде будет работать 3-4 года, то можно набрать примерно 2 на 10 в 20 протонных взаимодействий. Их надо все проанализировать и найти среди них несколько сигнальных событий. Искаться эти события будут, собственно, в этой экспериментальной установке, но между местом удара протонов о мишень и установкой должна быть расположена очень специальная защита, которая позволит уменьшить, поглотить ненужные частицы, чтобы оставить только те частицы, которые очень слабо взаимодействуют и которые пройдут через эту защиту. Сама установка выглядит как огромный цилиндр, но сейчас планируется, это очень схематичный вид этой установки, сейчас планируется, что длина этого цилиндра будет примерно 50 метров, диаметр 5 метров. Таким образом, что вот эта майорановская тяжелая нейтрина, которая родится в результате взаимодействий 2 на 10,20 протонов с мишенью, пролетит через эту защиту, попадет в этот вакуумный объем и распадется на две другие частицы, например, пимизон и мион. Нужно каким-то образом измерить массу этой распадной вершины на пион и мион, чтобы узнать, какая она, гэв, полтора гэва, два гэва. И нужно идентифицировать частицы, на которые распалась эта тяжелая нейтрина, что это именно мион, пион и электроны пион. Для этого давайте я эту часть коротко проговорю, если будут люди, которым интересно, как устроен детектор, я потом на эти вопросы отвечу. В общем, я хочу сказать, что, собственно, установка как таковая не очень сложная, потому что все технологии, которые нужны, мы сегодня знаем, что они существуют. Самое сложное в планировании этого эксперимента – это очень хорошо понять, каким образом мы сможем убрать фоны от этого огромного числа начальных взаимодействий. 2 на 10, 20, таким образом, чтобы конечный фон был ноль. Ну, ноль не бывает, скажем, 0,1 с точностью 1%. Если мы это точно знаем, то каждое сигнальное событие, зарегистрированное в таком эксперименте, будет говорить о том, что это сигнал, а не флуктуация фона. Чтобы сравнить, что может сделать эксперимент SHIB по сравнению с предыдущими экспериментами, опять давайте посмотрим на эту картинку в силу взаимодействия этих тяжелых нейтральных нейтрино с обычными нейтрино и масса. И видно, что область, которую может перекрыть эксперимент SHIB, она перекрывает результаты, достигнутые предыдущими экспериментами, на несколько порядков, что, в общем-то, внушает оптимизм. Несколько слов о том, где мы сегодня находимся, и об истории нашей короткой развития этого эксперимента. В октябре 2013 года мы опубликовали предложение этого эксперимента. Там было 12 или 14 авторов. Дальше это предложение сразу привлекло интерес в ЦЕРНе, и нас пригласили выступить на семинаре в ЦЕРНе на соответствующем комитете, который ответственен за то, чтобы оценить, правильная ли наша идея, сколько она стоит, возможно ли ее реализовать. И, собственно, от рекомендации этого комитета все наши дальнейшие шаги и будущее будет зависеть. А мгновенно после этого семинара, который состоялся 23 октября, этот комитет СПС, это аббревиатура ускорителя, на котором будет делаться этот эксперимент, он назначил команду рефери, которые задали нам довольно много вопросов. После этого у нас были прекрасные новогодние каникулы, и мы на эти вопросы ответили 3 января. А потом 15 января нам порекомендовали то, что написано на этом слайде. Обратите внимание, существенная часть обведена в рамочку. От нас потребовали написание уже следующего документа, который называется техническое предложение, и от нас потребовали, собственно, показать, насколько большой интерес к этому проекту существует в мире. Что-то не получилось на слайде. Но мы создали первым делом веб-сайт, можно сюда посмотреть, там есть детали об этом эксперименте. Дальше мы провели первый митинг этой коллаборации SHIP. Это было 10-12 июня в Цюрихе. Это был двухдневный митинг. Мы обсуждали первый день физическую программу, какие еще эксперименты, помимо поиска такого майореновского нейтрино, можно сделать. И второй день был посвящен, собственно, различным технологиям и вопросам компьютинга, на которые нужно обратить внимание, чтобы написать вот это техническое предложение. Это был довольно успешный митинг, потому что после этого митинга до настоящего времени к нам поступили предложения от 41 группы из 15 стран, из России, Швейцарии, Великобритании, Италии, Франции и от школы анализа данных Яндекса. Это примерный этап у этого эксперимента. Сразу скажу, что следующий этап возможен только при условии одобрения предыдущего этапа соответствующим Церновским комитетом. Сейчас мы заняты тем, чтобы рассмотреть все эти предложения от 41 группы и, собственно, сказать, кто нам нужен, а кто нам не нужен, для того, чтобы написать техническое предложение. Техническое предложение надо написать быстро. Мы хотим, ну, нам, нас попросили это сделать к следующему году, и наш план опубликовать это техническое предложение в марте 2015 года. Затем несколько следующих лет будут посвящены, если нам дадут зеленый цвет, написание уже действительно инженерного проекта. Затем нам нужны будут деньги, чтобы начать производство детектора. И мы планируем установить этот детектор и начать набор данных в 2023 году. И тогда, проработав 4 года, можно набрать 2 на 10 20 взаимодействий. И когда мне исполнится 70 лет, в 2027 году опубликовать результат. Что нужно отразить в техническом предложении? Ну, нам, конечно, нужно показать, какую еще физику можно сделать, помимо поиска таких майорановских нейтрино. Нам нужно показать, что этот детектор можно сделать на основании технологий, которые сегодня известны, либо предложить какие-то новые технологии. Я специально выделил синим. Нам нужно предложить некую концепцию модели обработки данных. и, собственно, еще раз, почему я сегодня здесь. Потому что, когда начинается новый эксперимент, когда происходит присоединение группы к эксперименту, который уже находится в зрелом возрасте, как это произошло, происходит сейчас со школой анализа данных и LHCB, убедить людей в правоте или неправоте своих концепций фактически невозможно. Сейчас мы находимся в самом начальном этапе создания проекта, и поэтому, если есть какие-то идеи о новых технологиях, то, конечно, самое время о том, чтобы их начать обсуждать с людьми. В чем, собственно, в чем, собственно, это вместо заключения последний слайд, в чем, собственно, состоит сложность модели обработки данных для эксперимента SHIB. Когда все будет сделано, и когда начнется, собственно, набор данных, я не думаю, что этот проект будет связан с требованиями анализа очень большого количества данных. По сравнению с большим адронным коллайдером это будет очень легкий проект. Но здесь требуется очень грамотная инфраструктура для того, чтобы, собственно, спроектировать этот эксперимент. Потому что, еще раз я напомню, что мы ходим, стартовав с 10 в 20 взаимодействий, среди которых, может быть, если нам улыбнется удача, есть 5-10 событий от сигнала. Нам нужно эти 2 на 10 20 взаимодействий превратить в ноль, используя hardware, software. И для этого очень важна очень дружественная инфраструктура, которая позволит отслеживать, как какой фон был подавлен. И поскольку эта работа будет проводиться большим количеством исследователей из разных стран, то, собственно, вот в этом и состоит основной запрос на развитие такой модели, и мы очень надеемся на то, что у нас будут все основания принять школу анализа данных в нашу коллаборацию. Спасибо, я, наверное, очень 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 спасибо. Спасибо, Андрей. Очень интересное и подробное выступление. Мне особенно понравилась часть про сроки. Если у обычного человека горизонт планирования недели, месяц, может быть, год, то у физиков 13-15 лет. Это очень быстрый эксперимент по нынешним понятиям. Потому что мало кто из нас знает, чем будет заниматься на выходных, еще не все планы составили, а вы знаете, чем будет заниматься в 2007 году. Я, например, знаю, что идея эксперимента CMS, один из самых больших экспериментов, который на Большом Адронном коллайдере, первый раз физики пошли в ресторан в 1984 году и на салфетке нарисовали, как должен детектор выглядеть. Поэтому это все долго. Удивительно. Друзья, сейчас у вас есть возможность задать вопросы, и не только у вас, мы говорим о ваших данных, и чтобы вы вынесли кроме знаний что-то еще, подарим авторам лучших вопросов большой объем для хранения ваших данных. Авторы лучших вопросов получат 100 гигабайт на Яндекс.Диске. Так что самое время придумать что-нибудь умное и острое. А как тобой, жюри. Мы с Андреем будем оценивать. Итак, друзья, вопросы. Какие есть вопросы к Андрею? Пожалуйста. Здравствуйте. Дмитрий Евдокимов, не я у МИФИ. Скажите, пожалуйста, вот у вас на слайде, где было планирование эксперимента, у вас упоминается большое кольцо Андронного коллайдера. То есть, насколько я успел нагуглить, ой, точнее, здесь нельзя так говорить, насколько я успел в Яндексе найти ЛХС, да? Не только СПС, но и ЛХС. Скажите, пожалуйста, вот для меня не очевидно пока, поток протонов будет выводиться в Большое кольцо или нет? То есть, как Большое кольцо участвует экспериментишем? Вот как все происходит? Вы подготовили протоны, разогнали их до энергии 450 ГФ в ускорителе СПС, вот в этом ускорителе, который синим показан. Дальше инжектировали эти протоны в ЛХС, который показан черным. И дальше четыре установки АСМС Атлас ЛХСБ и АЛИС с этими протонами работают. Время жизни пучка до следующей инжекции, пучок, конечно, не живет очень долго, есть потери пучка, связанные с тем, что не абсолютный вакуум в вакуумной камере ускорителя, но средняя жизнь пучка Большого адронного коллайдера, когда он работает в таких крейсерских условиях, примерно 20 часов. То есть это означает, что он 20 часов работает автономно. И эксперимент, о котором говорю я, он будет использовать СПС вот в эти 20 часов, пока СПС не нужен для работы Большого адронного коллайдера. Как только физики поймут, что нужна новая инжекция протонов, естественно, приоритет будет отдан Большому адронному коллайдеру, произойдет инжекция, а потом опять 20 часов есть для физики на СПС. Еще вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Евгений. Я учусь в МГТУ имени Баумана. У меня такой вопрос. Не знаю, насколько он корректен в рамках сегодняшней конференции, но мне все-таки хотелось его вам задать. Скажите, насколько на сегодняшний день является утопическая идея о антигравитации? Я сразу скажу, я не теоретик, поэтому я даже вопрос не понял. Я не могу на такие вопросы отвечать, извините. Хорошо. Вопросы не про антигравитацию. Я просто не знаю, что это такое. Я могу в принципе по очереди. У меня простой такой вопрос. А вот на сколько задействован андронный коллайдер и сколько процентов еще и пока не используется? Мне кажется, процентов на 20 используется андронный коллайдер. Сколько еще не задействовано его в познании Вселенной? Давайте я опять по-другому на ваш вопрос отвечу. То есть, естественно, когда вы делаете какой-то эксперимент и набрали какой-то массив данных, ну, собственно, бессмысленно продолжать, когда вы в следующий год наберете на 10% больше, чем у вас уже есть. Вряд ли вы что-то новое узнаете. Поэтому в плане работы большого адронного коллайдера есть работа, которые связаны то, что называется апгрейд. Вот, например, сейчас набрано в каких-то единицах, скажем, в эксперименте LHCB три обратных семтобарна, которые соответствуют массиву данных. Сейчас, вы знаете, большой адронный коллайдер не работает, его запуск уже на номинальной энергии, почти номинальной, состоится в следующем году, и за следующие три года планируется набрать еще столько же, то есть удвоить статистику. А затем проект LHCB будет довольно сильно усовершенствован таким образом, чтобы за каждый следующий год можно было бы за следующие пять лет эту статистику можно было бы сделать, грубо говоря, еще в 10 раз больше. То же самое происходит на экспериментах ATLAS и CMS. Но в каком-то смысле я с вами согласен, опять, это мое личное мнение, что на самом деле очень важно узнать, что произойдет в следующем году, потому что все-таки энергия сейчас будет увеличена в два раза, и, может быть, действительно окажется, что мы увидим новые частицы. Я упомянул только один из сценариев, есть сценарий суперсимметрии, которая, одна из основных моделей, которая ищется на Большом Адронном коллайдере. Давайте подождем еще несколько лет, а затем, наверное, к вашему вопросу присоединятся очень много финансирующих агентств из разных стран, если ничего не будет найдено. Коллеги, у нас есть вопрос из Скайпа, если я правильно понимаю. Давайте послушаем человека из Скайпа. Человек из Скайпа, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Вам меня слышно? Да, мы слышим вас. Здравствуйте, меня зовут Костя. Андрей, спасибо за интересный доклад. У меня следующий вопрос. Вы упоминали, что в техническом предложении вам потребуется указать, в каких других экспериментах может быть использовано это оборудование. У меня тогда вопрос о результате исследования в дальнейшем. Какие другие нерешенные проблемы не могут дать ответы? Вы дополните стандартную модель, но по возводям это, например, ответить на вопросы о будущем Вселенной или еще какие-либо другие глобальные проблемы? Кость, вы как будто член комитета ССПС, там такие же вопросы задают. Потому что, действительно, если будут открыты эти майорановские лептоны, конечно, это потрясающее открытие. Но, конечно, для того, чтобы такого сорта обсуждать эксперимент, хорошо бы быть уверенным, что там есть какая-то гарантированная физика, которая в любом случае приведет к публикациям, к защитам диссертаций. В нашем случае оказывается, что эксперимент в такой конфигурации очень хорошо подходит для исследования свойств тау-нейтрина. Но, опять, чтобы какие-то цифры вам сказать, что тау-нейтрина были впрямую зарегистрированы в эксперименте Донут в Фермилабе и увидели 9 кандидатов, среди которых 2 рассматривались как фоновые события. А вот в таком эксперименте можно ожидать 3,5 тысячи таких событий. И можно будет уверенно разделить тау-нейтрина от анти-тау-нейтрина, который, собственно, никто еще не делал. Ну и там с этой физикой есть довольно много вопросов, которые гарантированы в каком-то смысле. Пожалуйста, следующий вопрос. Вот, по-моему, для жюри это хороший вопрос. Спасибо за выступление. У меня вот такой вопрос, на самом деле, их несколько. Первый это самый, наверное, больной вопрос. А что будет, если не? Ну, то есть, если эксперимент пройдет не то, чтобы неудачно, он пройдет с результатами, которые вас не удовлетворят. Ну, не найдете, допустим. Вы, типа, повторяете эксперимент в том же виде или как-то допиливаете? Ну, на самом деле, опять, давайте я присоединюсь к идеологам этой модели, и они просто уверены, что такая частица должна быть. естественно, глядя вот на эту картинку, видно, а что, если эта частица имеет массу не 2 ГФ, а где-то здесь, что тогда? На самом деле, есть такой проект, который называется Телеп, это Е плюс, Е минус коллайдер, который планируется сделать в Китае, и там можно будет получить ограничения примерно от 7 ГФ до 40 ГФ и до примерно 10 минут 10 уровня, но это произойдет не скоро. Некоторые люди даже шутят, что если ни ШИП ничего не увидит, ни Телеп ничего не увидит, то, значит, такие нейтрины есть, они находятся от 2 до 7 ГФ, но это я шучу так. И второй вопрос по поводу именно взаимодействия с ШАДом, на самом деле, интересно, я так, ну, это интересно, ШАД сейчас является основным, скажем так, несложно сказать, как это, партнером, да, именно в части, я так понимаю, обработки данных, да, и методологии, или у него есть какие-то сильные и мощные конкуренты, я думаю, ШАДу тоже интересно это узнать. Я думаю, что на этот вопрос Андрей Устюжанин будет отвечать в ходе своего выступления. Нет, ну, я можно тоже отвечать, есть, конечно, конкуренты, но как без конкурентов его. Понятно, что есть, может быть, там несчетное множество, остальные 40, может, 41. Нет, ну, в каком-то смысле ШАД уникален, конечно, но, я думаю, опять, все очень зависит вот от первого года, понимаете, если, и почему так важно, вот, например, в моей жизни это первый раз, когда я участвую в эксперименте с самого начала, это очень редко удается, и все зависит, в общем, от того, как ШАД себя проявит в первый год. Потому что есть какие-то вещи, которые надо делать срочно, я его даже здесь подчеркнул, для того, чтобы написать это техническое предложение, нам нужно начать моделирование. Для этого у Андрея есть идеи, как это сделать, как предоставить некую инфраструктуру. Но это, если эти идеи не реализуются, там, скажем, до октября-ноября, ну, значит, не судьба. Спасибо. Я напоминаю, что можно задать вопросы в Твиттере с хэштегом ЯСАИНС. Добрый вечер. У нас как раз вопрос из Твиттера. Почему нижняя граница выборки 2 на 10 в 20-й? Откуда бралось это число? 2 на 10 в 20-й вот откуда взялось. Просто есть число протонов, которые СПС может сегодня предоставить. Это означает, что ничего не нужно делать, просто можно использовать тот режим работы СПС, который уже продемонстрирован. конечно, очень хорошо было бы увеличить это количество протонов на порядок. Дело в том, что я показываю слайд 22-й. Дело в том, что нижний предел, который теоретически разрешен для вот этого майорановского нейтрина, требует, находится на уровне 10-10-й, 10-11-й. А то, что можно сделать с 2 на 10 20-й, перекрывает область до 10-9-й. Поэтому очень бы хорошо было бы увеличить это число протонов, но это технически очень сложная задача. Она связана со всякими инженерными вопросами, с радиационными вопросами, с конструкцией мишени, потому что просто уже сейчас сделать мишень, которая выдержит 2 на 10 20-й, это огромный технологический такой вызов. Вопрос совершенно правильный, очень хотелось бы, но я не думаю, что это реально. И потом, понимаете, опять для меня лично этот эксперимент особенно привлекателен тем, что, несмотря на то, что многим из вас он кажется очень долгим, на самом деле это очень короткий эксперимент, и для людей моего возраста его можно сделать, а то, что притворится в жизни через 20 лет, мне уже не очень интересно. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Павел Кушелев, я не учусь нигде, к сожалению, я работаю на телеканале Россия 24. У меня вопрос скорее такого административного, а не про минус 20-е степени свойства. Скажите мне, пожалуйста, вот вы явно в курсе помимо физической составляющей и административной составляющей работы ЦЕРНа, почему Яндекс? Вот в других экспериментах, сколько их кстати сейчас идет, кто является партнером, который обсчитывает результаты, потому что я так понимаю, что физика на сегодняшний момент это в общем анализ данных, и это вычислительный анализ данных в значительной степени. Там есть постоянные партнеры, какие-то приглашенные, от проводки, в общем, от этого дронного коллайдера к кому тянутся обычно? Вы знаете, это все совсем люди стали понимать совсем недавно, и вот такие контакты между физиками и компаниями типа Яндекс, типа Гугл, они начали зарождаться 2-3 года назад, наверное, не больше, и на самом деле Яндекс это действительно уникальное явление, и к этому с одной стороны физики, которые, конечно, самые умные во всем с большой ревностью относятся, с другой стороны с большим интересом. Я знаю Атлас, наверное, вы расскажете, я знаю, с Гуглом есть какие-то связи, но Яндекс, наверное, самый продвинутый, я думаю. А можно еще один вопрос? Мне вот сказали, я не знаю, насколько это правда и интересно, сказали, что предлагаемый вами эксперимент это пятый, что ли, Церновский, или я неправильно понял? Пятый. Нет? Вообще, какое количество, вот вы говорите, что это короткий, быстренький эксперимент, сколько он, 15 лет длится, а сколько всего успели медленных существить? Два, восемь? Понимаете, вот последние десять лет происходит очень такая сильная концентрация и мест, где можно получать такие очень интересные результаты, все меньше и меньше становится. И, на самом деле, для того, чтобы как-то поддерживать более-менее равномерное развитие физики во всем мире, а не только в Церне, есть даже специальная комиссия по стратегии развития физики в мире. Например, заключение этой комиссии состояло в том, что проект линейного коллайдера надо сделать в Японии, проект эксперимента, связанный с исследованием осцилляции нейтрина на больших расстояниях надо делать в Америке. И сегодня на самом деле очень трудно найти проект правильного размера, правильной сложности и правильной цены. Если вы предлагаете эксперимент, который стоит миллион, два миллиона, вам скажут, ну, делай, пожалуйста. Если вы предложите эксперимент, который стоит миллиард, вам скажут только через согласование в Брюсселе. А это действительно один из немногих экспериментов, который нужно просто взять и сделать. То есть для этого не нужны какие-то политические решения правительств разных стран. то есть сколько экспериментов в ЦЕРН есть четыре больших эксперимента на Большом Адронном коллайдере. Есть порядка известных экспериментов, которые на СПС работают. В этом году запускаются эксперименты на 62 по исследованию Камизонов. Там есть очень интересная программа. Есть эксперимент Компас на СПС, но он должен закончиться в 2017 году. в общем немного. Спасибо. Пожалуйста, вопросы оттуда. Добрый день. Меня Сергей зовут. Я хотел спросить, существует ли частица гравитационного взаимодействия? Я что-то слышал об этом. В интернете где-то было, не было. Нет, но переносчик гравитационного взаимодействия это гравитон, и есть программа поиска таких явлений, Деказали, что есть. Вы об этом что-то знаете или только в интернете доказали? Нет, это правда, это вы говорите про результат BICEP, который обнаружил надолго. Это правда такой большой шум, много обсуждений на эту тему проводится, но чтобы коротко на ваш ответ, на ваш вопрос ответить, в общем, это недостоверная вещь, ее надо проверять и проверять. Но это действительно очень важный результат. И, кстати говоря, я упомянул о том, что специального у массы Хиггса 125,5 ГЭФ. Оказывается, есть модель, и автор этой модели, один из авторов вот этой ньютрины, минимум стендард модул, который показал, что если действительно результаты Байсепа правильные, они опубликовали некое отношение тензорной к колярной структуре, в общем, долго. То оказывается, что это именно тоже возможно, если Хиггс находится в интервале масса от 125 до 127 мега примерно, дальше все теряется. Ну, то есть, действительно, много обсуждений с этим связано, но… Добрый день. Вот в последнем слайде указали о том, что необходимо в данный момент, в частности, новый фреймворк для Монте-Карло Simulation. Чем не устраивают существующие фреймворки, там, CERN, LIP, там, JANT и так далее? Значит, что сейчас используют? Сейчас используется комбинация PT, JANT, GENI. И хорошо бы сделать какой-то фреймворк, который позволял бы разговаривать не на уровне числа событий, которые прошли определенные критерии отбора, а на уровне вероятностей, чтобы просто все ускорить. Ну, грубо говоря, если вы знаете, так GENI работает, если вы знаете, что вероятность того, что вот это событие конкретное, оно прошло всю вашу цепочку, но вероятность того, что ее пройдет один процент, то в стандартном подходе вам надо сгенерить 100 событий, и одно из них, если пройдет, то вы тоже скажете, что это процент, но это очень долго. Ну, упрощенно говоря, в первую очередь, вот что-то в этом духе, а вторая вещь, ну, нужно просто разное, ивань дисплей, какая-то визуализация, просто чтобы помочь всем очень хорошо отслеживать, какие события, какими способами были убиты или отброшенные. Ну, это понятно. Вопрос в том, что, грубо говоря, если мы берем, ставим задачу разработать новый фреймвок для симуляции, да, получается, что, скажем так, разработчики этого фреймвока должны пройти тот же самый путь, который там разработчики существующих прошли за 20 лет. на самом деле уже выбрана некая модель, но, наверное, вы будете про это говорить, фэррут, немножко. Давайте все-таки вот Андрей про это расскажет. Это не с нуля, конечно, конечно, сейчас используются Джиан, Джини, Питя, вот эти все вещи, конечно, будут. Коллеги, у нас осталось два вопроса, пожалуйста, коротких. Спасибо большое, добрый вечер, меня зовут Ульяна, я из Нео-Мифи. Мой вопрос касательно не этого конкретного эксперимента, а вообще план задействования большого адронного коллайдера. Насколько мне неизвестно, бозон Хиггса был обнаружен по его распаду на два фотона и Z-бозоны, верно? Ну, не только, четыре лептона. И было объявлено о том, что планируется искать более экзотические каналы распада. И однако вот на днях из основки Атлас были опубликованы новости о том, что фирменный распад не подтвердился, в частности из-за фоновой флоктуации. Планируется продолжение эксперимента и вообще развертывание на него в ближайшие какие-то времена? А, планируется. Про то, что не подтвердился, я первый раз слышу. Дело в том, что у него можно увидеть в нескольких распадах, ну, то есть у одних достоверность уже, как говорится, стопроцентная, четыре лептона, два фотона, Тау-Тау очень важный канал, поскольку Тау-Лептон, Хиггс любит распадаться в более тяжелые частицы, а Тау-Лептон более массивный, он не настолько достоверно известен, то есть, конечно, планируется. Это есть одна из основных задач программы исследовать свойства Хиггсского бозона. Спасибо большое. Тау-Лептон. Добрый день, Андрей Алеев и ТЭФ. Андрей, скажите, вот на ваш взгляд, какие существующие проекты или те, которые в стадиях разработки или планирования создают вызовы к, скажем так, компьютинг-комьюнити вызовы по обработке и работе вообще с данными? Ну вот парочка, может быть, да? И в чем, наверное, ключевая потребность на сегодняшний момент физиков, которые занимаются физико-частицей или космофизикой? Ну, хорошо. Это тоже хороший очень вопрос. На самом деле можно я примеры в HDB опять использую? То есть, казалось бы, Яндекс начал обсуждать какие-то совместные работы в тот момент, когда, собственно, все было сделано и работа, собственно, в самом разгаре шла. Просто в каком-то смысле сейчас в физике мы переходим на, наверное, уже перешли на новую модель обработки данных. Раньше совсем давно в эпоху детекторов типа пузырьковых камер люди просто просматривали глазами события. И когда ты читаешь статью, то очень часто можно было увидеть фразу, что в результате визуального просмотра это событие было отброшено. Что это означает? Понять совершенно нельзя. Потом люди стали применять совершенно конкретные критерии отбора, требуя, чтобы переменная А находилась в диапазоне от Б до С и так далее. Стало проще. Сейчас в каком-то смысле мы возвращаемся в эпоху пузырьковых камер. Только вместо визуального отбора мы производим компьютерный отбор, создаются какие-то переменные, которые учитывают корреляции различные между переменными. И на мой взгляд отсутствует сегодня четкий критерий воспроизводимости. если кто-то хочет повторить анализ, как это сделать? И это одна очень важная область, где Яндекс может помочь просто навести некую систематику, создать некую среду, которая позволит воспроизводить вот такие результаты анализа, основанные на такого сорта отборе. Второй класс экспериментов, но их очень мало. Это те эксперименты, которые только начинают работать и которые ищут экспертов для развития вот этих принципов новых, новой инфраструктуры, ну, как ШИП, например. Это вторая область. Третья часть, это просто понять, можно ли использовать технологию например, Матрикс НЕТ, может быть, она лучше, чем то, что используется в физике. Но опять, для того, чтобы доказать, нужно шаг один сделать, который я уже упомянул. Вот, наверное, вот эти три. Спасибо за вопросы. Мы вынуждены отпустить Андрея на держание к внуку. Спасибо. Спасибо. Андрей, у вас субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,